У нас Константин Кнырик есть на связи? Есть, да? Прекрасно. Константин, рад тебя приветствовать. Да, добрый вечер. Ты человек очень опытный, потому что я хорошо знаю, что тебе пришлось и на Украине не кстати... Кстати, знаешь, хочу тебе вот одно спасибо сказать, пользуясь публичностью. Вот. Искреннее спасибо. Не от меня, а, наверное, ну, как бы от русских людей. Константин отличается тем, что он на Украине всегда боролся за русских людей, за Россию, за единство с Россией. Но я от Константина никогда не слышал жалоб, что вот как-то его там недолюбливают и как-то не ценят, не помогали. Хотя все это было. Да. Да? Все это было. Вот. Но это была такая особенность. Просто люди шли своим путем и шли. Знаете, один очень известный и ныне покойный одессит сказал, что я в своей любви к России ни о чем с ней не обуславливался... И торговаться не буду. ...и о чем не договаривался и торговаться не буду. И это вот, правда, золотые слова. И я рад, что вы это действительно отметили. Мы за свое боролись, а не за чужое. Ну вот, апеллируя к этому твоему опыту многолетнему и вообще украинскому, и к крымскому прежде всего, потому что Константин один из людей, который очень активно действовал, не боясь ничего, в эту самую крымскую весну. Ну, все происходило у тебя перед глазами. Вот, Кость, я стараюсь сегодня обсуждать и само событие. Да? Суд, прилет, беспорядки, технологии, но одновременно и контекст. Да? То есть рамки, в которых надо понимать значение этих событий. Вот, те, как человек опытному и человек, который размышляет, что для меня ценно, да, ты человек размышляющий. Вот хочу, чтобы ты поразмышлял, да, и о самих событиях, и о их значении. Ну, давайте пошагово, да. В чем мы можем быть 100% уверены из опыта практической организации всякого рода революций, майданов и прочего? В том, что у западных сил всегда есть стратегия. То есть они не действуют тактическими решениями, ситуативными, все-таки они имеют стратегию, и в этом им нужно отдать должное. Вот если исходить из логики того, что стратегия таки имеется, те, кто отправлял, высылал, ну, разные версии есть, сюда Навального, прекрасно понимали, что он сядет. То есть это для них не было никакой абсолютно неожиданностью, это было абсолютно предсказуемо. Более того, у меня есть моя исключительная версия, судя по поведению абсолютно неуверенному вчера самого Навального, жалко он смотрелся, откровенно жалко, простите за жаргон, петлял как мог, ну, вот зрелище было такое, удручающее. Он единственный человек, для которого это было неожиданностью, потому что есть подозрение, что ему западный мир, так называемый, давал гарантии, что нам хватит сил, там, медийного давления, политического, дипломатического, для того, чтобы ты не сел, потому что у него была определенная, ну, как бы, такая неожиданность. Теперь, что касается стратегии, коль они, как заказчики, понимали, что он сядет, значит, он как личность, ну, в принципе, не интересует. И действительно, ну, вот, на роль блогера, там, какого-то, он может вполне претендовать. На роль вождя оппозиции, ну, к сожалению, нет, к сожалению, для заказчиков. Ну, вот, ну, не выглядит он вождем оппозиции, хоть убейте меня, да. Соответственно, в этой стратегии он уже как вождь и не нужен. Кто вождь? Думаю, что не принципиально и не важно, потому что какие вопросы они для себя решили сейчас? Навальный стал всего лишь функцией, функцией, как бы, там, условного старта каких-то там протестов. Причем старт удался, да, ну, будем объективно говорить. Пусть он малочисленный, но протесты, как таковые, они есть. Пусть малочисленные в каком-то виде, но они присутствуют. Они создают определенные трудности для правоохранительной системы. Они создают самое главное, какое они выполняют функцию. Они создают нужный информационный фон, потому что из сотни дипломатичных, красивых, вежливых, законных задержаний покажут то одно, где правоохранитель там не так махнул дубинкой. То есть нужный информационный фон эти акции, они уже создают. Я так понимаю, с учетом того контингента, на который сегодня тратятся просто миллионные деньги на пропаганду, а этот контингент от 16 до 25, то есть молодежь, ставку они делают на далекую перспективу. Они прекрасно понимают, что раскачать ситуацию в России классической майданной схемой, организовав красивую картинку на улицу и подкупив элиты, не получится. В России этот механизм примитивный, как на Украине, он не работает. Соответственно, я так понимаю, что стратегически они все это готовят к 2024 году. Когда вся вот эта молодежь сегодня, которая дурманена там тиктоком, протестами, романтизмом этих протестов, станет вполне себе состоявшимся электоратом, без жизненного опыта, но с сформированным пониманием тех идей, которые сегодня на примитивном уровне вдалбливают им в голову. Причем против этой молодежи и мозга этой молодежи сегодня работает не только там тикток, социальные сети, YouTube, это культура, это музыка, это кинематограф. Я не так давно за... вот у меня ощущение, что вот эта коллективная бессознательная у молодежи сдвинулась с мертвой точки, оно у меня произошло, когда я увидел очень странный, как по мне, фильм «Мертвые души» на ТНТ, новый фильм. Не так давно он вышел, перед протестами. Где в манипулятивной форме впервые Навальный был выставлен как фигура политическая. То есть там примитивный, тупейший сценарий, он комедийный, как бы там подробности, кому интересно вдаваться не буду, но в кинематографе впервые прозвучала фамилия Навального в позитивном контенте. Через юмор, через культуру, через музыку, через игры с ними сейчас работают. И работают на 2024 год, не на сейчас. Да, понятно. Я думаю, что это весьма правдоподобная версия, вот, потому что как это все длится от Болотной, то есть от тех выборов президента Путина, так это все и должно прийти к 2024 году в определенном цикле, вот, потому что цикл и смысл всех этих действий задается только одной целью – совершение государственного переворота. Никакого другого смысла в этом нет. Кстати, они сами говорят об этом, потому что у них нет никакой политической программы, никакого участия в политической жизни, никаких реальных выборов, вообще ничего, да? Единственный смысл всего этого – свержение власти, захват власти, переворот. Политическая программа есть у других людей, которых сегодня, как бы, не видно ярко рядом со всей этой молодежью и навальным, навальнистами, там, и так далее, да? Я, насколько понимаю, технологически, я эту линию, как бы, вот, прослеживаю. Вот, все-таки, вот, был эксперимент, я, насколько я, да, анализирую протестные попытки раскачать улицу, непосредственно улицу в России, да? То есть была сделана ставка изначально на какой-то национализм, да, русский. И вот эти националисты, они там что-то ходили, митинги, 4 ноября вместо государственного праздника пытались превратить в политическое, националистическое, да, действие. В том числе Навальный, кстати, в то время был, видимо, так нужно было, да, националистических взглядов, потом их как-то поменял, собственно говоря. Эта тема не зашла. Потом пошел, потому что, ну, у нас такая, знаете, советский вот этот интернационализм, в хорошем смысле этого слова, он очень крепок, да, у нас, и это хорошо. Он и советский, и имперский, на самом деле, то есть в этой, ну, здесь история у нас глубокая, да? Это создание действительно единого народа, не поделенного по этническому признаку. Потом попытались поводить так называемый офисный планктон, то есть такой недосредний класс, скажем так, то есть не средний еще, как бы, но уже и, как бы, непростой народ, да? Тоже тема не зашла, потому что ленивые, потому что на пассионарные действия, прыжки на правоохранителей и на революционные действия, ну, как бы, не способны. Ну, не способны ментально, да, не способны. Это не в офисе сидеть и не в World of Tanks играть, да, другая логика. И сейчас для меня очень тревожно, что параллельно вот этой всей молодежной движухе, за которую отвечает Навальный, развивается такой псевдолевый идеологический протест. И это совсем-совсем другая история. И эта история, она не менее тревожная, чем история Навального, потому что она также имеет классический набор определенных составляющих факторов, то есть это и вмешательство внешнего фактора, и внешнее финансирование, и поддержка теми же инструментами информационными, что и Навального. И у них на определенных моментах есть уже там, так как бы, встречные моменты, да, то есть там есть определенные прям коммунисты, которые себя, ну, в кавычках, да, называют коммунистами, которые в открытую поддерживают всю деятельность Навального. Ну, это же есть? Есть. Ну, подожди, есть. Вот смотри, ты глубокую вещь затронул. Во-первых, у нас есть структура отнесения, наше советское прошлое, да, и для нас слово коммунизм, социализм, это не пустые слова, вот, они связаны действительно с рядом ценностей, которые в нашем общественном сознании живут. И поэтому, когда эти живущие в общественном сознании ценности начинают употреблять в других целях, то здесь есть перспектива, они ее чуют. Ну, кстати, это я в общем виде. Они очень поздно ее почувствовали, очень поздно. Да, смотри, это в общем виде. А в конкретном, я вот, например, сегодня увидел, ну, задержанный и находящийся под следствием, под домашним орехством, главный социал-вождь наш, социалистический вождь Платошкин, вот, он просто написал подробно, как, почему он поддерживает Навального, и там буквально слова «Навальный велик». Платошкин признал величие Навального. Вот. Есть господа Рашкин и прочие члены КПРФ, которые находятся у нас, в том числе и в Мосгордуме, которые туда попали за счет технологических приемов манипулирования, созданных господином Навальным. И они теперь ищут, что благодарности коммунисты говорят, «Навальный велик», да, как бы предатель Родины велик для этих... Я думаю, что это не чувство благодарности, я думаю, что это синхронная, спланированная работа в рамках одного заказчика, одного проекта. Я в кавычке поставил чувство благодарности. Конечно же, да, потому что они, ну, взаимно используют друг друга и служат одному делу, бесовскому. Вот и все. Есть еще один очень тревожный момент, который вот нужно обозначить, да, потому что я от многих экспертов слышу это мнение, что вот там Навальный какое-то время был проектом какой-то части российских элит. Именно внутренний проект, да. Платошкин, это специальный там проект чей-то для того, чтобы там что-то контролировать. То есть вот эти вот все сложные схемы, а, мое мнение, я в них не верю, но, тем не менее, если у кого-то в российской власти есть иллюзия, что они способны создать какой-то контролируемый проект, то тут нужно очень пристально, очень внимательно изучить трагичный опыт жителя Ростова, господина Януковича, который в свое время потратил огромное количество сил и средств для того, чтобы создать себе ручную, контролируемую, непривлекательную, с ярко-националистическими взглядами оппозицию под видом Тегнебока и партии Свободы. Американцы очень долго за этим процессом наблюдали и поощряли его. Ну, молодец, все, развивает себе оппозицию, создает, тратит деньги, нам напрягаться не надо. А в какой-то момент они просто принесли на три чемодана больше, потому что принести для них на три чемодана больше Тегнобоку проблемы не составляет. Напечатают долларов столько, сколько им нужно и принесут. И просто эту инициативу перехватили. Поэтому, если даже теоретически кто-то рассматривает варианты, возможности создания каких-то контролируемых структур и сил для имитации оппозиции, то это не про Россию. Разговор и этим заниматься крайне опасно. Я вот считаю, что эту вещь вот важно было обозначить, потому что я от многих экспертов, в том числе и патриотических взглядов, слышал эти версии и в отношении Платошкина, и в отношении Навального. Что касается вот этой идеологической связки абсолютно не связанных между собой сил, националисты, коммунисты, офисный планктон, буржуи и социалисты, то эту историю мы тоже из опыта Украины видели. Потому что протестные акции, которые предшествовали Майдану 2004 года, они были организованы под одними лозунгами, с одной протестной направленностью, но силами, которые в принципе между собой никак не могли быть связаны идеологически. То есть, если на Западной Украине этим занимались националисты, то на Юго-Востоке в то время лидер, один из лидеров, социалистов, господин Луценко, который стал потом националистом, вполне успешно оседлал тему акции Украины без кучмы, и вроде как идеологической связи между ними не было ну никакой от слова совсем. Но тем не менее, эта синхронность, она имела место быть. И вот это оливение, псевдо оливение оппозиции, оно крайне тревожно, потому что на уровне восприятия это уже работает далеко не на молодежь. И вот тут важно нам в том числе объяснять, что действительно является какой-то попыткой социальной справедливости и борьбы за неё, а что является исключительно имитацией с целью обмана людей, привлечения их для организации государственного переворота. Да, ты важные вещи затронул. Я, кстати, тоже, конечно, я всё это слышу, о чём ты говоришь. Вот, я скорее думаю, что не то, чтобы эти объекты создавались кем-то, так сказать, у нас, да, объект Навальный, там. Я тоже в это не верю, но я такие версии не слышу. Почему, да, почему? Потому что, вот смотри, я вот вообще Платошкина, ну, как бы видел, да, в его некоторой прогрессии. Вот, у меня всегда это странное вызывало ощущение, но ведь он зашёл на телевидение и на публичность как яркий, жёсткий патриот, да, борющийся со всем остальным. Поливение Платошкина и его, так сказать, радикализация антигосударственная, фактически антигосударственная, возникло в тот момент, это вот просто совпадало, когда господин Платошкин почти как Слава Ковтун, печально известный, уверовал в то, что он звезда, и его обожают, и жить без него не могут миллионы. Вот, в этом смысле между Платошкиным и Ковтуном, вот, которого тоже я наблюдал очень много, и ты, и который искренне верил, что он звезда, и если он уйдёт, то всё российское телевидение рухнет после того, когда, вот, но его выгнали, и ничего не произошло, понимаешь? Вот, то же самое и с Платошкиным. Платошкин поверил, что он опирается на миллионы, страшные миллионы людей. Вот, а что касается Навального, то я думаю, что там процесс сложнее, потому что мне кажется, что Навальный действительно стал агентом специальных служб западных, вот. Вот, действительно, его использовали в том числе и наши олигархи, которые хотели возвращения 90-х в момент Болотной, и эти олигархические группы, как бы, понятны, их все знают, ну, кто с Болотными работал, да, вот. Но дальше, дальше, Навальный был исключительно патронируем западными товарищами, вот. А я думаю, что мы играли, и не надо забывать, кто наш президент вообще по профессии, да, вот. Мы работали спецоперацией на спецоперацию в определенном смысле, но понимая, что он действительно является для них механизмом номер один, они все делают на него ставку, а мы можем, во-первых, за этим следить, ну, понимать, что ждать именно от этой ставки, и меньше опасаться, что эта зараза будет расползаться, да, вербовочная, ну, и организационная. Вот у меня есть такая, если говорить о конспирологических версиях, то мне ближе такая версия, то есть нашей спецоперации поверх другой спецоперации, вот, если уж посерьезно. Вот один важный момент, в общем, да, по ситуации, вот, чему нас трагичный опыт Украины научил, да, отсутствие мер и... Я, кстати, историю с Януковичем регулярно рассказываю в центральных эфирах, центральных наших СМИ, потому что она очень поучительная и очень показательная. Вот нельзя, чтобы меры отсутствовали, и ситуация с Майданом, она не любит в то же время полумер, да. А мы где-то в каких-то моментах должны честно признаться, что за какие-то ситуации мы взялись, ну, с неким опозданием, да, то есть не имея там представления о том, что это представляет какую-то опасность, теми же регулировкой законодательно-социальных сетей, на мой взгляд, мы занялись с опозданием. И механизмы сейчас вырабатываем в том числе с колес и по ситуации, а не подойдя к этому прагматично, в долгую и так далее. И таких примеров, ну, скажем так, опозданий можно привести много, и чтобы они не превратились в полумеры, я считаю, что о них нужно говорить, их нужно озвучивать и так далее. Вот я приведу пример, да, у нас есть сегодня обязательство маркировать финансируемые Западом ресурсы, как иностранные агенты, да, если они этого не делают, их за это штрафуют. Потрясающее, правильное, логичное, более, к сожалению, гуманное, чем на Западе инициатива, ну, уже позитивная. Но есть другой момент, я о нем сегодня уже говорил, еще раз повторюсь, да, под прикрытием этих ресурсов идет бешеное финансирование. И мы вычислили на примере ресурса «Кавказ Реали», конкретно ресурсы «Иностранный агент», один из филиалов «Радио Свобода», как там работают сотрудники, которые получают ничем не обоснованно, баснословную зарплату, давая одно интервью или создавая и выдавая один материал в месяц. Три-четыре миллиона рублей. Но при этом этот же человек является руководителем регионального СМИ, которое точно так же действует оппозиционно в данном регионе, но не имеет нужды маркироваться как финансируемое Западом средства массовой информации. И, соответственно, создается такой более восприимчивый образ у этого СМИ. Вроде как местное, вроде как региональное, вроде как написали сегодня, что у нас на улице трубу прорвало, ее сделали как бы. И тут опп, и они начинают поддерживать Навального. И тут такая история, она тотально по всей стране. В каждом регионе целый пул таких средств массовой информации. Целый пул. И вот это тоже история крайне тревожная. Далее. Мы на этот опыт на Украине прошли тоже, и им нужно поделиться. Первые два автобуса в 2014 году со Львова на Майдан были отправлены такой замечательной структурой, как Церква Святой Екатерины, которая находилась в многоэтажном здании в городе Львов на 20 квадратах. Они там собирались, и под гитару у них там были какие-то сектантские песнопения. Вот они первые, кто отправил организованно два автобуса людей. Какую тенденцию я увидел по регионам во время первой волны протестов. В подавляющем большинстве массовку создавали люди, которые в той или иной степени имеют отношение к неполитическим всякого рода НКО. Экологи, борцы за права животных, борцы против песцовых шуб и прочая, 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 прочая публика. Источники финансирования вот этих же структур. Ты забыл еще важный компонент. Веганы, сыроеды. И это, кстати, очень важно. И прочие эзотерики, понимаешь? А источники финансирования этой истории, они аналогичны, как и радио Свобода. Но только те хотя бы обязаны маркироваться, а эти пока не обязаны ничего делать. И отследить такое количество достаточно сложно. И вот тут, если мы действительно играем на опережение, и вот тут, если у нас действительно не полумеры, а мы наводим порядок, нужно, чтобы правоохранительная система занималась и этими в том числе вопросами. Пожалуйста, вы боретесь за экологию, за западные деньги? Огонь трасса, вопросов нет. Но только вы скажите, что это вы делаете за западные деньги. И когда мы вас видим на протестных акциях, мы должны понимать, это связанные между собой вещи. А когда ваши активисты почему-то резко стали получать больше зарплату, и все начали ходить на протестные акции. Это между собой связанные вещи или нет? То есть мы должны на это четко получать ответы. Вот я считаю, это тоже важный такой момент, потому что тенденция эта для меня тревожная. Безусловно. Спасибо. Константин с учетом своего опыта провел анализ ситуации. Я, Кусть, я очень благодарен за это. Я надеюсь, мы будем продолжать встречаться у нас на программе Пули Куликова и дальше.